согласитесь ведь никто из нас не хочет в старости мазать стены какашками и очень от многих можно услышать убейте меня подушкой сбросьте меня с 20 этажа сделайте что угодно лишь бы я не был вот такой сумасшедший невменяемый лишь бы я не приносил своим детям какие-то вот такие мучения до которые годами могут длиться вот посмотрите сегодняшняя как раз лекция посвящена именно этому синильной деменции старческой деменции ранее в народе называли старческий маразм мы посмотрим что же это такое за органическое психическое заболевание правда же и каким образом уже сегодня мы можем сделать профилактику для себя или же если многие из нас кстати говоря столкнулись что бабушка да вот села на шею и пришлось ухаживать за бабушкой потому что это мучение для близких мучение когда у старика сердце сильное но при этом он уже всех измучил своей последней стадии деменции когда он уже ничего не помнит никого не узнает бывает буйным разбивает все отказывается мыться бриться стричься кушать спать дерется и так далее правда же да вот это бывает длится годами и очень это близких мучит вот сегодня обо всем об этом пойдет речь посмотрите сама деменция может быть очень вторичный да как с как как коморбидное некое состояние то есть первично это было к примеру нехватка витамина b12 что могло спровоцировать деменцию таким образом деменция может быть как обратимый так и не обратимый в случае синильной старческой деменции как раз эта деменция необратима далее это может быть следствие паркинсона болезни альцгеймера далее это может быть в рамках заболевания головного мозга всяких различных инфекций вследствие употребления алкоголя да да вследствие различных травм черепно-мозговых и так далее и так далее может вот именно как уже как вторичная коморбидная форма развиваться деменция соответственно что мы можем об этом обо всем сказать относительно всей этой деменции давайте посмотрим про ее симптоматику вот наверняка вы сталкивались скорее всего ну вот тем или иным образом или у вас или у ваших знакомых были старики старики какого возраста среднем это начинается где-то после 65 лет и далее да чаще всего все-таки происходит это с женщинами нежели с мужчиной вполне вероятно что в принципе то что мужчина не доживает уже до этого возраста в основном как бы бабульки да и вот бабульки довольно таки приличные проценты бабушек страдает вот именно этой старческой семейной деменции давайте посмотрим какие симптомы ну страдает вся вот когнитивная сфера правда же да первое это память вдруг потихонечку начинает страдать память причем такие ранние воспоминания вернее те что были вот буквально там 10 минут назад то что происходило сегодня бабушка не помнит человек не помнит но что-то за что-то такое очень длительное что было двадцать тридцать лет назад она помнит вот очень хорошо на начальной опять же стадии да потом она уже это не вспомнит далее вот из симптомов что далее дальше может страдать может страдать эмоциональная сфера то есть она может западать в некую депрессию или же напротив некие аффекты вдруг может быть сексуализированность какая-то появляться как вот нимфомания начинает бросаться хочу где-то даже это было в каком-то фильме бабулька бросалась кричала то ли небеса обетованной это очень какой-то такой фильм был вот бабулька кричал хочу сексу или что-то в таком духе что насилуют насилуют вы меня изнасиловали вот вот с каким-то таким причем обратите внимание заостряются личностные черты человека то есть то что и было ей присуще например раз разговариваешь с дочерью или с внучкой то у пациентки и вот например дочка рассказывает она всегда меня мама недолюбливала и сейчас будучи вот в этом состоянии старческой деменции она видит во мне соперницу она-то ты так и говорит ты еблась с моим мужем ты шлюха она не узнает свою дочь она как бы в дочери видит соперницу в дочери видит любовницу мужа на самом деле все те же самые страхи жили в ней на протяжении многих лет но поскольку она все-таки контролировала себя была здравомыслящим человеком она это как-то удерживала это не выходило на уровень ее сознания но как только она вышла вот в это состояние бесконтрольности стала из бессознательного выползать вся эта информация поэтому скуповатый человек станет чрезвычайно жадным эмоциональный станет напротив еще более взвинченным да и так далее то есть все как бы обостряется все то что было так 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 из симптомов значит может быть такая афазия кстати нарушаться также может нарушаться речь не может вспомнить слова человек не может построить фразу все затрудняется ответить далее такая может быть некоторая потерянность в пространстве человек не понимает сколько времени прошло когда было вчера сегодня послезавтра что это за дни понедельник вторник среда четверг пятница что такое циферблат какое время путают день ночь путают ел я не ел кушал не кушал иногда начинается до рвоты то есть он начинает переедать он как бы поел и он забыл что он поел все открывается рвота или же он например приходит медсестра ну как бы за вами ухаживают меня не кормят начинает жаловаться старичок то есть он забыл что он поел так естественно страдает всякая логика то есть очень трудно с человеком общаться там нет никакой логической связи он абсолютно несколько неадекватно мыслить вот смотри посмотрите чем дальше стадия то есть их три основные стадии да вот по нарастающей по нарастающей в начале начинаются просто какие-то моменты выпадения из памяти каких-то фрагментов тут забыла там забыла то на второй стадии что у нас уже идет газ плита телефон все оставила дверь открытой не выключила газ не смыла за собой какашки и так далее поехали 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 все и третья стадия это уже когда человек ложится в эмбриональную такую позу все он уже перестает за собой ухаживать вообще если во второй стадии он как-то еще ухаживал за собой как-то еще можно было его заставить почистить зубы то в третьей фазе уже ни у кого не узнает причем вот мне так интересно я всегда отстаивала идею все-таки души несмотря на то что я человек науки у меня все время было ощущение что ну как же как же ну есть она вот эта душа душа которая после смерти вдруг раз и куда-то там улетит ну вот вот было у меня такое ощущение так вот когда я смотрю на пациентов со старческой деменции его думаю ну как же так ведь это твой единственный сын ну хорошо твой мозг выключился но ведь твоя душа она не могла забыть своего единственного ребенка и когда она смотрит на своего сына парень парень ты кто парень но это твой ребенок это же твой ребенок ему 50 лет твоему сыну это же твой единственный любимый сын ты здесь забыла но в сердце в душе тоже должна услышать что это твой сыночек нет она смотрит на него совершенно пустым безликим взглядом и вот лишь такие моменты заставляют меня усомниться в наличии этой души а куда ее душа убежала в этот момент почему она не видит своего ребенка правда как интересно так ну и что бред галлюцинации вся вот эта классика жанра конечно же начинается всякого рода паранойя что кто-то за мной следит кто-то мне подлил я да кто-то хочет забрать мою квартиру украл кто-то мою ложку что это за сосед что это за мужик вот причем очень часто приходит человека навестить внуки навестить друзья приходят и им очень неприятно когда потом их начинают обвинять что ты у меня украла украла у меня там что-то паспорт мой украла хочешь пенсию за меня получать то есть вот такой негативизм такой эгоцентризм идет до обидчивость то есть они у меня становятся невероятно сложными невероятно сложными невероятно сложным конечно же все это передается по наследству то есть если у вас в роду эта история была то вам стоит так сказать немножечко предостеречься делать такую профилактику конечно же всего этого профилактику какую элементарно не переставать работать головой понятно что это все органика понятно но в любом случае вот по моим наблюдениям правда вот очень многие женщины поскольку женщины чаще всем этим страдают вдруг какой-то момент чет как-то обленились и вот засиделись дома вот это самая большая ошибка ни в коем случае пока бьется ваше сердце дома сидеть нельзя потому что это начало конца вот услышите мои слова вот пока бьется сердце взаимодействуйте с миром и старайтесь заниматься интеллектуальной деятельностью общаться общаться решать интеллектуальные задачи очень хорошо изучать иностранные языки очень хорошо потому что ну книги книгами очень многие пациенты сидят книжки читают на эти книжки это просто как объем некой информации которая может не включать твою собственную логику ты просто читаешь некую данность это не заставляет тебя думать так вот нужны именно какие-то такие задачки на вроде какого-то кроссворда да там на вроде чего-то такого что вынуждает тебя шевелить своими извилинами и еще очень важно физическая активность вот я правда обратила внимание что женщины проявляющие пассивность более склонны к старческой деменции чем женщины которые проявляют больше активность мужчины и женщины так значит что я вам хочу еще сказать ну критика конечно отсутствует но критика отсутствует это понятно но в начальной начальных если мы уже не берем позднюю фазу они все-таки пытаются скрыть они пытаются как-то завуалировать скрыть все в порядке где вы находитесь сейчас ну нахожусь нахожусь на на нахожусь на и он пытается придумать хотя бы что-то он не хочет попасть в росток он не хочет показать себя слабо в отличии вот посмотрите сейчас мы потихонечку перейдем к псевдодеменции псевдодеменции а вот это старческая деменция синильная какая идет у нас история этой чистой воды органика чтобы подтвердить на магнит резонансная томография до различные значит снимки головного мозга могут подтвердить наличие этой патологии что не происходит псевдодеменции так вот этот театр до когда пациент пытается изобразить нам деменцию как отличить человека в этом случае значит на фоне чего может происходить псевдодеменция приводит пациента с псевдодеменции к врачу и любое обследование щитовидной железы различные узи томограммы показывают что он вообще здоров как бык но симптомы как будто бы прямо одни и те же что и при синильной старческой деменции вопрос как же отличить как же отличить и давайте посмотрим во первых причины причина природа все равно на самом деле будет поскольку это театр да она разыгрывает это то какая будет природа все равно истерическая даже если это псевдодеменция идет по такому депрессивному типу то все равно это будет компонент истерики что-то такое произошло как результат какого-то какого-то какой-то травмы как некая посттравматическая ситуация ну например умер муж сына посадили в тюрьму второй там ребенок и не знаю набрал каких-то кредитов в банке ей звонят угрожаются выселением ограбили квартиру лишилась работы то есть что-то такое произошло что-то такое очень ситуация ситуативная психогенная да такая природа все это запустила некую истерику и человек начинает демонстрировать свою беспомощность что я ничего не узнаю никого не узнаю не знаю где газ где что когда бы привлечь ваше внимание но когда ты начинаешь говорить с их близкими близкие в один голос говорят я ей не верю я хочу к ним подойти как дать только подзатыльник и сказать хватит хватит разыгрывать из себя это но посмотрите какая штука ведь пациент не осознает что он это разыгрывает ни в коем случае это очень глубинные бессознательные процессы как собственно и вся истерия да вот вспомните истерический невроз до истерическую психопатию то есть у человека например могут быть такие симптомы которые совершенно не отличить то есть она ослепла но это в природе как истерия до человека парализовала но природа истерии и тогда вот могут помочь различные колдуны и священнослужители которые поколдовали человек встал вот когда мы видим вот эти все возрождения что он был на коляске а потом встал и пошел ногами так вот это и есть компонент истерии которые вместе при псевдодеменции так и вот этот театр он не покидает и в случае старческой настоящей деменции человек как бы старается это скрыть ему как бы неловко то состояние псевдодеменции идет игра нарочитая игра и любимое слово и не знаю я не знаю я не знаю я не знаю вот кому очень интересно можете найти речи душевнобольных и там есть как раз старческая деменция и псевдодеменции вы увидите как при старческой деменции человек старается ответить на вопрос а при псевдодеменции он не хочет отвечать на вопросы он начинает себя что-то без конца изображать сколько пальцев у тебя на руки не знаю а посчитай 5 а на двух руках 5 ну вот все в таком контексте они вот как вот под копирку все эти пациенты с псевдодеменции друг на друга похожи актриса вот ты смотришь ты не веришь она как бы тебя раздражает вот ты ну вот не веришь не веришь и в отличие от деменции старческой когда процесс необратимые все только ухудшается у пациента с псевдодеменции это может прекратиться в один день собственно говоря как началось резко и внезапно также резко и внезапно может прекратиться все вот при каком-нибудь допустим благоприятном исходе например вот вернуться к ней муж сын все хорошо все она вдруг протрезвила пришла в себя вот и все что показывает отсутствие органики в данном случае в данном случае ну вот и все собственно говоря не буду вас больше грузить ничем таким особым ничем таким особым не буду вас грузить все слуя вас обнимаю дорогие мои жду конечно же всех вас на своих консультациях по скайпу